добрый день дорогие друзья коллеги меломаны меня звать сергей сегодня хочу вас познакомить со своей коллекции сиди винила и рассказать как я храню пластинки у себя дома но в частности вот вы сейчас видите стеллажи стеллажи заказные все рассчитано на высоту именно компакт дисков раньше было их и дисков намного больше вот сейчас где увидите стоит матрешка там еще стояли они в два ряда но так как это очень высоко до самого потолка искать было неудобно да и большое количество пластинок между нами говоря не дают возможности с удовольствием и часто слушать музыку я так думаю чем поменьше сиди или вообще и пластинок тем чаще их слушаешь вот примерно вот в таком плане у меня все метод еще один вот этот шкаф открывается тут у меня тоже все в сиди музыку я собираю в жанре рок это блюз рок джаз-рок ритм он блюз если стили говорить о стилях сол рок-н-ролл рок-обили в общем занимаюсь я музыкой уже давно более 45 лет поэтому имею довольно таки приличное количество экземпляров музыки музыки хорошие действительно на всяк являясь уже классика но очень немного современный блюз рок-музыки начать вот что касается это сиди теперь я вам покажу значит как я храню винил винил я храню значить в мешочках вот такие вот мешочки есть японские они тонкие они сверху закрываются таким клапаном вот это вот штучка отрывается ленточка там образуется ленка полика клика полоска клапан закрывается она приклеивается вот примерно как это смотрится на пластинке я сейчас покажу вот видите как вроде бы все красиво товарный вид и спектабельно ростерд это что касается тонких пакетов вот есть еще конверты более толстые тисненые я их покупал они продаются пачками обрал их в петербурге недавно вот в пачке 50 штук стоит такая коробочка две тысячи восемьсот пятьдесят рублей она примерно вот вот в такой коробке тяжелая килограмма по два в ней лежит 50 таких пакетов но они очень так благородно создают вид для пластинки вот вы забудьте посмотрите как это будет смотреться вот допустим от rolling stones видите сверху тиснение вот это маленько все больше у меня убеждали что сама пленка не тянется от этот целлофан но не знаю насколько я знаю все тянется все рвется вот а если посмотреть в саму коллекцию да вот тут посмотрите очень отчетливо должно быть видно что вот эти все пластинки которые в жестких пакетах они намного выше как бы кажутся а вот те которые без пакетов они вот они конечно они поменьше как бы по высоте но это от них не умиляет о том что они стали хуже вообще я собираю вот у меня весь beatles весь на за весь лет запилен я себе оставил те пластинки которые мне очень дороги у меня было очень много пластинок но со временем я решил маленько как бы разрежется еще хочу вам сказать что для того что пластинка не притягивала себе никакую пыль и всевозможную мелочь я использую вот такие антистатичные пакеты японского производства стоят они везде по-разному где-то 10 где-то 15 рублей а вот эти пакеты про которые говорил с клапаном они стоят тоже от 10 до 25 рублей но это смотря где вы будете их покупать либо заказывать еще необходимое условие для содержания в чистом виде пластинок и чтобы они не не скакали не трещили это вот такую щеточку специальную щеточку тоже у меня есть пропитанная специальным веществами отец антистатичными которые позволяют очень быстро прочистить пластиночку перед воспроизведением удаляя всю ненужную пыль и грязь естественно конечно можно пластинки еще и мы сейчас очень много всевозможные аппаратуры которые позволяют пластинку сделать более чистые готовы для продажи и прекрасного прослушивания еще у меня есть вот такой на стене диск это часы часы стилизованные под винил но не подарила моя супруга уже несколько лет назад дни моего рождения ну так как я меломан поэтому она посчитала что пускай аж веселые такие часы которые кстати идут очень и очень хорошо еще вам хочу сказать что я он говорил что музыка я занимаюсь давно и у меня очень большой очень большой запас музыкальной информации в частности у меня вот вы увидите на экране компьютера такая отдельные файлы где собраны все папочки каждая папка это отдельная группа всего таких папочек у меня пока три с половиной тысячи каждой папочки самые лучшие вещи той или иной группы но вот допустим я вам открываю группу аэросмит тут самые лучшие вещи которые мне нравятся в этой группе я их записал это я все делаю для того чтобы в дальнейшем использовать их для составления сборников но то вы видите у меня вот если покажу примерно сколько это вот все папки 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 с музыкой музыкой всякая от классик рока до современных девятнадцатый восемнадцатый семнадцатый шестнадцатый года дальнейшем в наших встречах я бы хотел вам рассказать о тех новинках которые выходят записываются и выбрасываются на рынок современной музыки какой-то старой музыки так как слушать ее всю невозможно я думаю облегчу вашу задачу и расскажу о тех новинках которые заслуживают внимание которые стоит приобрести кто слушать музыку в стиле блюз-рок допустим рок-н-ролл ритм-н-блюз салзен-рок рок-обили джаз-рок поэтому я могу вам помочь в этом деле допустим но в неделе я прослушаю пластинок 50 за две недели могу стопра пластинок прослушать и дать резюме допустим каких-то 54 может быть даже 10 пластинок могу вам рекомендовать для покупки естественно прослушивания так как очень много выходит все прослушать невозможно а приобрести всегда что-то новенькое что-то хочется на этом я заканчиваю нашу первую встречу всего вам доброго до свидания до новых встреч